надеюсь меня слышно надеюсь меня слышно потому что я кладу вот это вот сюда сейчас я немножко поправляю вот тут вот немножечко поправляю подождите еще раз я мог бы каша то все вырезать но зачем так почему ты не держишься нормально вот пусть будет так всем привет сегодня второй выпуск моего шоу я снова в том же парке и я буду вам рассказывать о работе по work and travel о джейон визе и все такое сзади меня играют девчонки кидают друг друга мячики правильно а нет они уже ушли они уже шли бывает может быть испугались того что я их снимаю надеюсь надеюсь нет надеюсь нет к тому же я и не их снимаю ну что сказать пора начать начать пора и как и как и свой прошлый рассказ я записал это все на тетрадочку тут тетрадочка я прям писал курсивом вспоминал как писать рукой вот это вот был первый выпуск вот это будет у нас второй выпуск вот это я все он должен рассказать причина по которой я все это записал заключается в том что я просто забываю некоторые моменты и чтобы они у меня точно не вылетели из головы я все я все записал и теперь я буду вам рассказывать в общем по джейон визе можно получить работу много где на многих местах очень часто это пляжные какие-то города вот иногда даже может быть и большие но большие города очень вряд ли вот обычно это какая-то деревня какая-то деревня и у меня была деревня под названием хейзом в северной дакоте это поселок на 2000 человек довольно неплохой ухоженный но там довольно скучно делать там особо нечего и наверное по этой причине тогда я смог накопить и заработать денег немножко в общем в любом небольшом поселке америки практически невозможно жить без своего транспорта никаких автобусов между этими поселками или по самим этим поселкам не есть даже в населенных пунктах по 100 тысяч человек вот как например город бисмарк северной дакоте даже там не ходят общественный транспорт но обо всем по порядку в общем меня поселили в домик дали мне комнату там жили две таиландки в другой комнате в соседней и в подвале еще жила таиландец вот ребята неплохие в принципе особо каких-то проблем у меня с ними не было вот поселили дали велик и на велике я ездил на работу и первое что меня удивило в сша то что когда однажды я поехал на работу сразу после дождя я знал что у меня нету заднего крыла на велике это значит что когда мокро вся грязь заднего колеса попадаете на спину но я решил на это забить и поехал в той майке который мне там дали в рабочей майке понимаю что если она будет грязная то ко мне будут претензий вот и когда я приехал на работу я понял что моя майка абсолютно чистая ни одной капельки не попала и все это потому что дождик быстренько стек в ливневке поселке на две тысячи человек были ливневки и они работали просто замечательно и вот это меня удивило вот это это первая вещь которая меня приятно удивила сша то что в поселке на две с половиной тысячи человек есть ливневки возможно не во всех поселках на две с половиной тысячи человек в сша есть ливневки я не уверен потому что ни в одном другом я не был ни в одном другом я не был делать там как-то особо нечего вот продолжаем меня заселили в домик далее комнату и я понял что это большое везение потому что обычно людям самим приходилось искать жилье я работал в супермаркете там так прикольно на весь поселок один супермаркет но это прям такой супермаркет супермаркет там все есть большой огромный я работал в отделе готовой еды там были салатики курочка пицца ну пицца так и не научился делать вот зарабатывал 9 долларов в час час часы были от 40 до 60 в неделю так что работать можно было еду я покупал в том же месте поэтому в принципе я особо денег не тратил потому что за жилье платил работодатель и еду я покупал там же поэтому за месяц даже при 9 долларов в час я заработал целых 800 баксов отложить 800 долларов в америке за месяц можно когда ты получаешь тысяч пять вот если ты получаешь может быть 4 когда ты получаешь 4000 долларов у тебя есть шанс отложить 800 но обычно такого шанса нет поэтому очень странно вот сейчас я зарабатываю 26 долларов в час и я полгода не мог накопить 800 долларов чтобы отдать долг то есть по сути это плюс минус 200 долларов в день но у меня 800 долларов не скапливалось никогда объяснить почему так происходит я не могу надо для этого жить в америке это вот правда необъяснимая фигня и деньги тратятся абсолютно без удовольствия то есть все просто там взяли здесь взяли тут не делал хопа тут сняли и все очень много способов попасть на деньги особенно если ты не следишь за каждой копейкой тот кто не следит за каждой копейкой у того ну типа ничего не остается ни при четырех не при пяти тысяч долларов в месяц вообще ничего это печально график был 40 60 рабочих часов в неделю это где-то от 8 до 10 часов в день можно было брать меньше часов можно было больше каждый день когда ты приходишь на работу ты вводишь свой код кладешь отпечаток пальца и тогда начинается твой день и так же ты заканчиваешь вводишь свой код отпечаток пальца и тогда ты заканчиваешь довольно жесткий контроль а почему бы и нет мне пофигу вот люди которые там жили и работали в принципе довольно хороши нормально вполне себе люди там где-то через недели две я подружился с американцем где-то лет 30 он до этого общался уже с эмигрантами как-то как-то ему это нравилось было ему интересно он был очень умным тип ком и как-то раз он позвал меня на стрельбище он рассказал что у него есть друг он американский солдат и у него есть оружие у него есть разрешение на это и мы можем поехать пострелять из настоящего оружия но перед этим перед тем как мы поехали мы поехали купить патронов это было очень интересно и наверное в америке не очень часто такое увидишь заходишь в супермаркет проходишь там еда еда какая-то это моющее средство потом идет отдел для рыболовов там все для рыбалки какие-то снасти удочки лодки что-то еще а потом заходишь в оружейный отдел там пистолеты дробовики автомат снайперская винтовка огромная ты так на это смотришь думаешь класс вообще я уже супермаркет зашел у них тут сразу все конечно без разрешения тебе это не продадут вот но у американцы разрешение было уже солдат вот и мы купили патрон дальше мы поехали на стрельбище это было место в поле где были какие-то бетонные плиты на которых можно было опереться как-то прилечь чтобы ну чтобы быть в разных стойках вот поэтому стрелять можно было из разных позиций и мишени были довольно далеко у него были следующие виды оружия два пистолета один из них глок дробовик и винтовка мосина и по ходу все но возможно было что-то еще но винтовка мосина это это просто жесть это невероятная штука когда ты стреляешь из нее а я стрелял из нее это ощущение как будто ты держишь огромную корабельную пушку 4 5 метровую в руках я даже не старался прицеливаться когда стрелял из нее потому что я понимал что если я голову подведу чуть ближе и сделал это неправильно то отдача полетит мне в голову и даже сев правильно и даже не прицеливаясь все равно отдача была такая что я почувствовал что на плече будет синяк когда ты стреляешь из нее из дула выходит огромное огромный кусок пламени такой огромный как американец сказал фаербол просто просто невероятные впечатления после этого стрелять из пистолетов не интересно даже вот реальный настоящий пистолет вроде тоже тяжелые стреляет ну как тут пух 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 вообще не прикольно вот вот из этой штуки бабах просто это было что-то невероятное какое доверие они мне оказали дав мне настоящую винтовку настоящие патроны и это был американский солдат об этом я задумался только позже та винтовка что он мне дал была сделана в ижевске в 1948 году как я потом узнал в 1948 году они закончили делать эти винтовки раз и навсегда при том что начали их делать в конце девятнадцатого века можете себе представить в общем было мне там скучно или и через месяц подкопив немножко денег чем я решил сделать небольшой тур по америке и начал я с того что узнал что таиландец с его этими подругами которые жили на первом этаже собирается ехать в бисмарк в эту столицу северной дакоты чтобы забрать там одну девочку которая тоже приехала на работу и я понял что это мой шанс поехать с ними потому что автобуса туда не ходила в общем как это было мы в общем мы поехали в этот бисмарк там в каком-то мотеле в общем мы поехали в этот бисмарк ночевали там в каком-то мотеле по-моему это было moto 6 нормальное место если у тебя мало денег и ты не знаешь как снять жилье в принципе пойдет но все равно жить там две недели или там месяц это довольно дороговато стоит там где-то примерно 60 долларов за ночь с человека и это минимальная цена дешевле вряд ли можно найти в общем у нас была двуспальная кровать они втроем мы где-то вместе так скукобились я все тоже отдельно чем не с ними лежать и я часа два на ноутбуке по google картам искал себе маршрут все планировал все записывал потому что у меня не было интернета на телефоне без интернета на телефоне жестко да и все спланировав с утра я встал попрощался с ними и пошел на автобусную остановку ждать автобус жду пять минут десять пятнадцать двадцать тридцать минут нету я немножко смутился и зашел в ближайшую забегаловку и у женщины которая там работает спросил насчет автобусов есть ли там автобусы или нет и она выйдя в центр этого этой забегаловки так довольно громко сказала люди вы не знаете тут типа автобусы ходят и они такие не не знаю и тут я понял что я попал что-то тут не так и тогда я сделал гениальное решение тогда я сделал гениальное решение она была очень глупая но очень гениальная я вернулся на ту самую автобусную остановку и продолжил ждать а вот почему это было гениальное решение я расскажу вам в следующий раз пух 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 бабах